Россиянам необходимо войти в трудовой ритм после длинных новогодних каникул. Как показывает практика, для многих людей это очень непросто. Тяжело проснуться рано утром, настроиться на рабочий день. Есть даже такое понятие, после праздничной депрессия, которое может длиться несколько недель. Что нужно сделать, чтобы победить временный психологический недуг, и как справляется с этим лоботнанцы, узнавала Дарья Самородова. Идущие на работу приветствуют друг друга. Выжившие по пути в офис делятся рецептами, как победить то, против чего медицина бессильна. Постновогодний синдром знаком большинству, в том числе и лоботнанцам. Как справляетесь с этой постновогодней депрессией? Хорошо справляемся, нормально. Первый день тяжело было, второй день уже отлично. Гуляю до магазина. Отдохнуть нормально, а в последние дни уже настраиваться на работу. Единственное, что советую. Я работала все праздники. А как и другим, кто отдыхал хорошо, я понятия не имею. Может, они сами выберут для себя какие-то средства для выхода. Может, в здравоохранение обратятся. Может, там дети помогут чем-то морально, скажем так. Мы работали, мы диспетчера, сторожа. Мы работали день-ночь, день-ночь. Нам не грозит это. Меньше кушать, меньше пить, поближе к Богу. Я, например, с удовольствием пошла на работу. Выходные были длинные, долгие. В общем-то, никуда не выезжала, поэтому встретилась с коллегами. Было интересно поделиться впечатлением, кто как встретил Новый год. Перейти на правильное питание – вообще совет номер один. Отказаться от новогоднего обжорства – задача, конечно, непростая. Но здесь не нужна голодовка. Люди, придерживающиеся правильного питания, рекомендуют для начала минимизировать тяжелые и вредные блюда. Есть моменты, от которых надо отказаться. Но не надо путать здоровое питание, правильное питание с диетой. Потому что многие начинают, ой, я буду недоедать и прочее, прочее. На самом деле рацион питания остается тот же. Вы можете кушать мясо, вы можете кушать фрукты, овощи. То есть вся та же самая еда, но мы исключаем отсюда все сладкое. Как я говорю своим клиентам, 70% от всей движухи – это питание. И только 30% – это спортзал. Спортзал, он помогает, он разгоняет. Вы можете проработать какие-то определенные группы мышц и прочее, прочее, прочее. Но питание – это самое важное. Для человека, измученного нарзаном, полезна минеральная вода. Вывести все плохое поможет русский народный детокс. Баня – травяной чай для тела, для души – пушистый антистресс. Еще один рецепт психологов – тягость упавших в будни компенсировать положительными эмоциями. Человека, который вышел после выходных на работу – это положительные эмоции и концентрация на всем положительном, что есть. Разговоры с коллегами, обсудить, как они провели новогодние каникулы, поделиться фотографиями. И пережить еще раз, как бы завершить, можно сказать, этот цикл. И это очень поможет привести себя в форму именно в психологическом плане. А еще лучше порадовать себя любимого. В салонах красоты лучшим антидепрессантом считают новую стрижку или макияж. А в косметических кабинетах самая популярная процедура – снятие отеков лица. Конечно, лучше всего снять стресс и взбодриться после трудового дня, посетить спортивный зал. Физические нагрузки, они как бы положительно влияют на организм в целом. И люди, которые часто занимаются, у них есть какой-то определенный режим. Они эффективнее распределяют свои обыденные какие-то задачи. Как-то прагматически относятся вообще к жизни. То есть они пытаются где-то сэкономить времени, чтобы уделить его себе. А если вы пришли конкретно для результата, то оно же когда начинает приносить что-то в радость? Когда вы видите результат? Вот когда вы начнете видеть потихоньку результат, тогда вы вольетесь, тогда вам будет это интересно, и вы будете приходить сюда конкретно для работы. А там уже организм начнет вам помогать. Мы когда занимаемся, организм выдает нам эндорфины, там начинает серотонин немножко по-другому работать, мозг в целом. И поэтому это доставляет вам определенное какое-то удовольствие. Тем более, что рабочая неделя сокращенная. Ее ключевые слова без фанатизма, говорят психологи. То есть в бой бросаться сразу нельзя. Даже если вы боитесь своего начальства, не забывайте, что у них тоже постпраздничный синдром. Поэтому они вам простят маленькие какие-то ленивые проявления, потому что на самом деле, да, организму надо дать перестроиться. Нужно сначала отобрать все самые важные дела, не особо важные отложить на потом. Настроиться, сделать план, завести в ежедневнике, написать там свои планы, чтобы ваш организм и мозг, и вы сами видели в дальнейшей пути. В среднем по оценкам работодателей на адаптацию к привычному ритму уходит неделя. А вот кому сейчас можно и даже нужно отдохнуть, так это сотрудникам баров, ресторанов и кафе. В новогодние праздники они работали в авральном режиме, зачастую круглосуточно. Зато теперь здесь тишина. По крайней мере, до ближайших выходных полностью прийти в себя получится лишь после Старого Нового Года, в следующей рабочей неделе. А там недалеко и 23 февраля, и 8 марта. Дарья Самородова, Григорий Волков, Максим Мячин. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова